И так далее, лапшу нам навешал на улицу, ну пришел он к власти, я за него, мы хлопали, орали, ура, Ельцин, пришел, и что я получил от Ельцин? Что я от него получил? Что? Я конструктор, ёпта, кем я только не работал, ты даже не знаешь, ёпта, я поддоны таскал, я машины грузил, где я только не был, я никогда не сидел дома, вот просто, вот так вот, ой, плохо, я шел и зарабатывал, на машине за рулем крутил, и так далее. Я прошел через свет, и возвращаться вот туда, что мне, а мне Навальный именно это и готовит, что, блядь, ему там из-за океана позвонит и скажет, вот ты давай, блядь, отдавай это, отдавай то, пили самолеты, блядь, ракеты режь и так далее, а ему скажут об этом. Что, скажешь нет? И он скажет тому же, извини меня, вот сейчас его предположим, сейчас вместо Путина это, и что, он скажет Байдену, да пошел ты на, я буду самолеты пилить, я предприятия буду закрывать, а Ельцин это сделал. Горбачев начал, Горбачев начал, а Ельцин это, то, чего еще не было. Бобовин! Я говорю о том, что может быть, ты меня не понял, ты меня опять не понял, я говорю, придет Навальный, будет вот это, по звонку из-за океана, по звонку из-за океана, как вот Зеленский работает, делает, вот тоже президент, он тоже придет. Электрометическая жизнь мне, пожалуйста, смотрите, вот, переносимся на рабочие процессы, вот, вы выпускаете какой-то документ, он не проходит в том контроль, и из-за ом контроля вам, вам такие говорят, надо делать вот так вот, так вот, так вот, да, ну, вы такие, окей, вы делаете так вот, так вот, так вот, так вот. Если это только соответствует посту. Ну, да, ну, то есть, пока Путина, так. Ну, я пока Путина, это, я говорю, это не значительно, скажем так, особенно, но я именно мысль донески. Вы такие делаете этот документ, и условно, ну, то есть, ну, перед этим, соответственно, норм контроль, это, да, я сказал, что это не значительно, норм контроль нам расписывает, почему вот этот пункт нужно делать вот так вот, потому что вот там, вот там, вот там, вот там, вот там написано, да, условно, и это общие. Ссылка на гос, да, ссылка на гос, на определенный его ком, да, ход до слова, ход до буквы, да, условно, досконально, вот здесь неправильно. Вы такие, и вы такие делаете это все, да, отправляете этот документ, а вам потом норм готовит, говорит, не, переделаю. Я тебе не понимаю. Не поняли? А теперь... Я ему норму контролю, тогда. Вот ваша... Я теперь пытаюсь объяснить, типа, Навальный, вот, просто попробуйте мне объяснить логически, вот именно логически, не эмоционально. Как можно делать так, что вы, что Навальный в виде, в лице того же норм контроля, рассказывает вам, как, зачем, почему, почему нужно залазить сюда, почему нужно залазить сюда, почему нужно анализировать информацию. То есть он вас учит на протяжении его долгой деятельности, подождите, подождите, он учит на протяжении своей долгой деятельности то, как нужно условно лазить в этом змеюшнике под названием политика, чтобы не быть обманутым и не быть лохом. А вы после этого говорите мне, что, окей, мы тебя избираем, Навальный избирается и начинает делать все то же самое, а то и хуже. Артём. Чтобы чего? Чтобы потом эти разъярённые люди, которых он научил противодействовать таким, пришли и смехли его. Успокойся. Вот почему ты не Навальный? Я в том смысле, что, извини меня, вот я просто что хочу сказать? Откуда люди? Вот на голове и так далее и так далее. И вдруг он. Ты про Киров лес что-нибудь слышал, нет? Слышал. Это неправда. Во как. Мне ворюга будет диктовать, как я должен жить. Я никогда за свою жизнь, Господи, отвёл меня, слава тебе, Господи. Я никогда, братством, бандитизмом, ещё чем-то не занимался, я всю жизнь трудился. Ещё раз говорю, даже когда, в 90-е годы, я кем только не работал. Вы проголосовали за Путина, который состоял в Кооперативе Озеро. Здрасьте, приехали. Хорошо. Про Кооператив Озеро, я думаю, слышали все. Рассказывать никому не надо, я надеюсь, да? Ну, я до сих пор не знаю, что это такое. Ну, это, короче, отмывание бабла. И Путин этим активно занимался. А что такое? Это нарицательно? Ну, короче, там, под предлогом. Я тоже не знаю. Меня просто удивляет, смотри. Меня удивляет просто. Хорошо. Хорошо. Почему вот ты об этом сказал? Откуда у тебя эти сведения? Я не знаю. И вот все молчали. Да ёпты, если бы Путин этим занимался, ты представляешь, как бы, его, особенно перед его выборами, там вот, причём в интернете бы это, так сказать, что это, блокировали бы? Нет. Ты вот сказал. Откуда ты это взял? Я не знаю. Я тебе не верю. И всё. Как ты мне не веришь, так и я тебе не верю. И всё. Мы взаимно разошлись. Что? А это можно написать. Это всё, что угодно. Возьми. 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 Ну и что? Погоди. Нет, погоди. Стоп. Я тебя спросил ко мне. Погоди, тогда набери. Киров Лес. Навальный, Киров Лес. Набери. Что тебе оно скажет? Нет. Нет, ну и что? Организовал. Дальше чего? Они что, там лес пилили, озеро выкачали? Я... Погоди. Они озеро это выкачали, рыбу всю, извини. они меня на тот свет отправили, что они с озером-то сделали? Да мне объясни! Хуйню-то зачем? Нет, я сейчас вспомнил, что почему-то оппозиционные силы... Навальный-то же не просто так появился. Конечно, его сделали. Да нет, никто его не делал. Здрасте, Олег Владимирович, ну что вы? В смысле... Нет, еще раз. Навальный появился... Слушайте теперь внимательно. Да, да, про Кирпес. Извините, перебил. Навальный и Кирпес. Да, про Кирпес. 23 февраля 2016 года Милатурский суд по правилам человека опубликал решение, потом признал, что во время рассмотрения дела Кирпеса в 2016 году были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство на наказание исключительно на основании закона. Суд установил, что Навального и Офицерова судили за деяния, которое невозможно отличить от обычных предпринимательских предъявительностей. Удивительно, нет? Да. При исключении правил вмешиваться... Подождите. У нас есть ЕСПЧ, и, поверьте, честно, я опублирую суду ЕСПЧ, нежели я опублирую нашему суду. У нас 99% судов выносят этот приговор обвинительный. Это показывает ненормальную работу судебной системы. Это статистическое, это то, с чем вы используете математики. Возьмите другие страны, там есть тоже такие конциденты. Джордж Флойд, не спорно. Абсолютно, но спорно, что суд вообще это судилище полнейшее. Что полицейского судили за то, что он, по сути, не завершил. Потому что Флойд вздох от того, что он просто преддозировку исцепил. У него остановка сердца произошла из-за преддозировки. Но полицейского при этом все равно посадили. То есть ты считаешь, что это движение основанное... Это движение... Они бабки на этом делали? Именно по большей части радикально. Там три девицы, они бабки хорошие на этом делали. Получается, что это движение основано на сердивищах? Нет, это движение основано на том, что... Они моментом воспользуются. Да, по сути, есть моменты, что было представлено именно... И сделали на этом хорошие деньги. ...Джорджа Флойда, по сути, приглушили. Хотя по судам медэкспертизы это не мастырило в обратное. Но никто об этом услышать не хочет. Да, об этом никто услышать не хочет, потому что в Америке, естественно, проблема, что неделя это как бы работа. Вы сами прекрасно знаете, что в 60-е годы там еще, по сути, не то, что там генциональная праздник, и принятия была. В случае, где то это вы тоже, наверное, знаете, что там общественное усилие не было, например, чем на хорошее, середочное завод на более низкую. То есть, допустим, на хорошее, серьезное, и в Штатах, 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 когда произошло разрушение именно о том, что в Штатах, и в Штатах, в Штатах, и в Штатах, А ее оптимизация, так называемое. Основной вкладом были именно послушения, поклонники, и эстремации, и чернокожие населения. Они просто искренне верят в то, что вы, как представитель белого населения, априори относитесь к нему как к рабу какому-то. Они как к человеку. И у них вот этот стеркит закрепился. Но мы прекрасно понимаем, что общая масса людей – это неумные люди. Мы согласны. Я не буду говорить тебе на протяжении то, что я видел, что я видел своими глазами. Я не видел поступков в действиях самих вот этих цветных людей каких-то оттенков ущемленности. Абсолютно не видел. Люди разные. Знаете, это такая стандартная ошибка, когда вы условно, как представитель более высоко эрундированного своего общества, вы инженер, вы достаточно много почитали книг в своей жизни, вы достаточно эрундированы в том плане, что вы можете в основном перерывать какую-то сложную информацию. Вы эрундированный человек. И если вы думаете, что вы относитесь к среднему классу, если вы думаете, что среднего класса это большинство – не, ни хрена. Нет, нет, нет. Артём, я про другое тебе говорю. Я про другое, про своё ощущение, ощущение и, можно так сказать, увиденного, то, что я увидел из реальной, не из картинки какой-то, из реальной жизни. Извините, вмешиваюсь, Олег Владимирович, всё это элементарно. Дело вот в чём. Байден, Байден, просто воспользовался этим моментом. Он, он, когда начали целовать ботинки им и так далее, он к себе, так сказать, привлекает избирателей. Вы говорите, да, что они там, да, нормально они там негры, извини меня. Но, дело в том, что ему нужно на свою сторону привлечь, потому что вот эти выборы, они были, так сказать, ну абсолютно. то, что, это самое, выиграл президентскую бонку не Байдена, это совершенно точно. Ну извините меня. По почте, по почте. Я не знаю. А как на это пошли? Я, честно говоря, толком меня вислили, я вам пропустил. Как это пошли? Да, у них законы предусмотрены. Вот я не знаю, я от чём его шансы предусмотрен. Вы представляете, вы получаете письмец, вы это вскрываете. Вы выбрасываете за кого я проголосовал и выкладываете туда газ. И всё. То, что вам надо. Ну у них система есть. Ну это морал. Нет. И о демократии здесь вообще речи не может. не может. Ты прекрасно видел, что там, допустим, на тех же монахах попадали с людьми, которые именно... Демократия – это власть демоста, власть народа. Не то чтобы... Вопрос в чём, там есть как народ, через какой механизм народу это власть, не предлагает, да. Это немножко другое. Вопрос, если по почте или яблами аж ниже другие типогранички, нет, это не стоит вопросом. Даже с почтой говорят, что всё-таки Трамп вы. Просто вопрос другого. Возможно ли видо изменения, что ли заявление граждан, убирателей с помощью какой-то техники, через яблочные, через почту, через... Вот это вопрос. Но это вопрос... Извините, по почте, извините меня, это даже не прошлое, а что-то не позапрошлое. Я не хочу... У нас просто в обществе так сложилось. Ну да, извините, если вы голосуете, строго должно быть зафиксировано. Чего? Но вы же были на старых балансировать... Ну, во-первых, фиксируется тем, что... Вы в журнале должны... Вас должны отметить, вы должны... Да, вас задолжены... Вы должны подписать. Чётко сложилась ситуация. Но, ещё раз повторюсь, когда меня воспитывали, если что-то с журнале но он дохал, такой формат более известный жанр... То есть у тебя это... Это принято? Это не свидетельство на закон. Ну, давайте не будем рассовывать. Вообще... Ну, ещё... Ну, пришло письмо на больше, кого-нибудь... Извините меня, и открывай витамин, чтобы голосовали за Трампа. Что-то не так сделаешь. Каким образом, я не знаю... Это называется... Преступление... Олеж? А как ты это преступление выявишь, когда их там миллионы, извините? Это же не то, что единичные, десятичные... Судебно-системные... 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 Нет, значит, надо стоку выпить, вылить туда и штуку. Не убедить то смысл... Просто вопрос, что будет, по-моему, надо так сказать. Если у тебя ПМЖ светит, нафига тебе вот это всё? Олег Владимирович, ну какой нахрен мне по МЖН? Я ж тупой, я не спорю с этим фактом. Зачем ты это озвучиваешь? Да. Надеюсь, это мечта. Замасистка эта мечта. Ну ладно, молодости не было, что ли? Мечты нет. Достаточно прагматичный человек, не мечтающий о чем-то в эйфории. Я тебе скажу, что в начале нулевых годов я действительно думал, размышлял о перешке в Китае. Я действительно об этом рассуждал. Мы же действительно обсуждаем. Все дело в том, что она очень сильно привязана к корням, к родителям, то есть она не смогу жить. И с другой стороны я это... А на тот период я действительно, во-первых, я видел, что из себя представляет космическая промышленность в начале нулевых годов. Хорошо. Прекрасно, прекрасно понимал, да? Когда американцы, условно говоря, купили нашу станцию МИР, да? Дали деньги на затопление даже в тот период, не знаю, знаете вы или нет, наши активисты пытались с обычных работников собрать деньги на поддержание этой станции. То есть была на поддержание станции МИР. Хотя американцы понимают, что... А что тут, Михайлович, знаете, сколько вложили туда? Техника силы, здоровья. В другой страны, да. Речь еще о национальных интересах. Это вот пополство наших умных курочек. Товарищ Копчев, ну, неважно, тут много чего всякие, так сказать, эти... Просто, говоря, американцы купили торт, они купили МКС, они купили, значит, Россию. Но при Гельцине, в общем-то, это не удивительно. Там все купили. Ну, все распродали. Так столько МКС от международного. Конечно. Там же разделено финансирование. Нет. Просто преобладают американцы, я не спорю. Нет, они не преобладают. Ну, еще раз, они не преобладают. Доли и доли финансирования. Вот финансирование, да. А так? Ну, типа я могу залезть, мне не сложно. У них была Skylap, а на сколько там пролетало там? Да мало ли. Ну, она там что-то несколько месяцев пролетало, да. Чтобы увлечь, первое, американцы, как я показывал на примере «Машкова», «Старт», на примере «ККС», американцам нужно доступ к технологиям. Конечно. Вот. Значит, «Машкова», «Старт», я тебе еще говорю. «Боинг», как военная, прежде всего, компания, да. Потому что «Боинг», в основном, это военная компания, которая получает основную долю прибыли от военных заказов. Дальше идет «Боинг», гражданские самолеты. И дальше «Боинг» вдруг в ракетно-космическую технику залез. «Боинг» там 50 с чем-то процентов акций принес, да? Всеволодчик. Вот. Но уже, а значит, как любой проект у иностранцев, а проект международный, у них есть типа бизнес-план. То есть, условно говоря, это…